вот друзья смотрите как и вот на прицеп они ставят палатку да они поставили палатку да очень-очень интересно это тоже какой-то такой типа типа охотной кухни какой-то да вот и вот они на прицепе там флэт крыша здесь багажник наверное они что-то ставят на дно палатки я думаю наверное фанерки такой нам друзья рассказывают что для арви очень существенно чтобы он установлен был горизонтально иначе холодильник начинает подтекать хуже работать очень много всяких безобразие душа не уходит нормально вода скапливается и вот есть современные системы вот вы видите вот вот эту у него четыре таких лапы выходят гидравлических и они выходят нажатием одной кнопки но при этом там внутри система которая их ставит в один лава все четыре то есть компьютер компьютеризованным способом его выравнивает любом месте в каком бы неровном он не стоял уже такая штука уже подороже да это сколько такой это уже считается классей так вот она как бы старенькая но классы вообще очень дорого классы стартует где-то от 150 вообще среднем 250 тысяч стоит вот но это уже действительно очень большие вещи то есть это что на большую семью или в чем смысл это лакшери тоже считается лакшери то есть там уже много места много бензина выше него даже два кондиционера сверху да то есть там там обычно несколько бедром там а почему эту почему бы эту дуру надо ввести вот с этой штукой тут внизу на самом деле много армии стоит но я что хочу сказать что почему его например прицепом не сделать он же нам туда трейлеры а это есть разный бизнес есть армии или мотор хома попросту да а есть трейлеры вот туалет такой туалет друзья в многих странах люди домов таких не имеют чистый чистый каждый день моют да вы что каждый день этот туалет моют смотри а вот вот пожалуйста чистый туалет вот так чисто живут люди так смотри какая чистота в этом туалете бумажечка и запасная и не запасная и никто не ворует бумажечку смотри вот тут туалет хлоркой пахнет пахнет каждый день как вот когда-то в бассейнах а вот души и с той стороны все то же самое так тут водичку попить а вот души душевые души за квотера вот он вот он где империализм проявляет свою сущность 50 центов 2 минуты но дальше вижу со скидкой каждой минуты скидки нет вот он вот она на самом деле жестокая правда для инвалидов это для инвалидов и бортик снизу сверху рукоятка вот это вот это тоже для инвалидов но нет просто просто горячий холодный регулировать нет нет вот это когда я не понял тебя да здесь просто ручка горячий холодный горячее и холоднее делает но здесь слушаю у нас то я сейчас включу вот сейчас не давая денег нет нет друзья некоторые кэмпы в которых не давая денег идет холодная в этом никакая не идет здесь Здесь даешь два квотера, и тебе две минуты льется вода, на размокнуть, потом кина одному мылится, еще кина два квотера и смыться, меньше доллара не подходить, с той стороны то же самое, и туалет, и душ, и этих зданий десятка-полтора, да, я видел их много, а вот я хотел сказать, что у некоторых есть паркинг, здесь тоже есть, только небольшой, да, это паркинг для туалета, так что возвращаясь к той теме, есть трейлеры, а есть торвей, трейлеры, в принципе, очень комфортабельные, и они в общем значительно дешевые, но там нет двигателя, трейлеры еще иметь, трак, слушай, но трак у всех есть, по деньгам получается, ну почему трак, легковушка не годится обычно, на маленький трейлер годится, который стоит там 10-15 тысяч, на такие трейлеры годится, легковушка там с UV, вот, но когда уже большие, здесь же есть вообще траки, как пятое колесо, они называются, это которые, трейлеры, которые цепляются в кузов трака, да, да, я знаю, самые комфортабельные, самые дорогие трейлеры, слушай, оно по бензину, по расходу бензина, пиво-бори, пошли к столу, там пиво будет, пиво, Ираке, по расходу бензина, выгоднее тащить трейлер, такого же вот качества, или выгоднее? Все зависит от трака, все зависит от трака, какой, какой, каким траком тащишь, но в принципе это все расходует много бензина, вот самыми экономными считаются именно вот эти, мерседесовские, мерседесовские дизели, потому что здесь дизель, во-первых, я тебе не сказал, здесь дизельный двигатель, и, ну, все-таки 17 миль на галон, считается очень хорошим расходом. А вот сейчас, я заметил, что дизельное топливо стало достаточно близким по цене к обычному, вот было время, дизель был очень бросовый. А сейчас то же самое, вернулось назад, сейчас я заправился, вот смотри, бензин сейчас 3 доллара, да, а я две недели назад заправился дизельным за 2,57, то есть он стал дешевле. Немножко, вообще, в феврале, когда вот бензин, когда нефть падала в цене, мне кажется, там доходило чуть ли не до, там, не знаю, дешевле было, чем сейчас. Ну, тут на самом деле, как бы, сегодняшняя цена на нефть вообще 40, а бензин там меньше 2 долларов не стал, как он был, когда оно упало на 65. Да, а вы когда приехали, по чем был бензин? 76 центов. Это в каком годе? В начале 80, мы в 85 мы ехали, а в начале 89 мы ехали, и я заправлялся, я отлично помню, за 76 центов. В Сан-Франциско? Почему? В Бэйре, я сразу сговорю. Мы когда приехали, это было, ну, можно сказать, самое начало, конец 90-го, самое начало 91-го, и уже было 98, доллар 1, доллар 3. В районе доллара было, да. Вот когда, первоначально. Нет, мы 76, да, мы 76, платили достаточно долго, 89-й, наверное, почти до 90-го года, а потом пошло доллар. Но когда рухнуло со 156 нефть до 65, то я помню, как в Коске рухнул бензин до 1,57, но это была всего неделька, а потом он пошел наверх и поднялся. Я хочу сказать, к разговору про нефть, у нас очень хороший видеоряд, друзья, такой аппетитненький. Это шерим, но еще варятся раки. Вот, друзья, это фактически раки, мороженое, раки, мороженое, пахнет очень укропом. Почему не пахнет, а, укропом? Это не раки пахнут укропом, это здесь вот укропчик-то есть. Вот там укропчик, а вот там, друзья, кастрюлька, и вот там в этой кастрюльке-то что, что там в кастрюльке-то, ой-ой-ой-ой-ой. Это для раков? Ну да. Вот, чтобы рака туда положить, друзья, надо сначала подготовить почву. Я не знаю, мы делаем не по рецепту, поэтому это как-то Бог на душу положит. Как Бог на душу положит. Вот, друзья, вы видите готовый результат. Так, вилочку дадим. Парочку. Парочку вилочек дадим. Держи. А тут кто-то сидит, да? Тут кто-то сидит. Готовый результат. Пиво. Пиво. Это пиво, не просто пиво. Еще пока не сено. А оно что? Пшеничное. Пшеничное. А так обычно из чего, думаю, сделали пиво? Боря, из чего обычно пиво делается? Из овса? Из ячменя. Из ячменя. Вот, вспомнил. Из ячменя. Не из хмелю? Ну, хмель и ячмень. Это стандартный вариант. А это из пшеницы. Пшеница органическая? Это не пастеризованная. Не пастеризованная. Вот он более-больше расскажет. Борис, это наше калифорнийское пиво? Это Орегон. Орегон. Так что в Орегоне с пивом нормально все? Да, все вкусно. Ну, тогда мы можем подключиться. Пиво, друзья. Это пивко. Может быть, нам покрутить эту бутылочку, чтобы так... Вот. Вот такое пивко. Трипль, что ли? Как это? Да, трипл. Трипл. Кормилица. А вот это рачки. Пс. Рачки с. Да. Ой. Пахнет невероятно. С зеленью. Пахнет невероятно. С зеленью. Зелень, наверное, и пахнет. Понимаем и делимся впечатлениями. Ну, пока только пена пошла. Пьяна хорошая. Наша жидкость еще больше. Пьяна хорошая. А жидкость будет? А жидкость не это больше, наверное. Я так резко... А ты же не допил на жидкости. Вон там бутыляк, друзья. Видите, одна пена. А она совсем-совсем другое. А она совсем другую по вкусу, абсолютно. А где стакашки? А где стакашки? Стакашки вон там. Смотри, только вы постарайтесь выбрать не для горячего. Там есть где-то не для горячего. Здравствуйте, друзья. Вот нам Олег продемонстрирует прикольную штучку. В руках у него телефон. Телефон Samsung. Так. Galaxy Note 4. 0,4. Note. Note 4. Galaxy Note 4. Вот к нему разработали вот такой кит. Коробочку такую, да. Да. Который вмещает в себя вот такие вещи. Начнем с... Ну, треногой. Треноги с такой. Да. Ну, треногой нас, можно сказать, не удивишь. Да, это дело обычно. Как идея, как прикрепить телефон. К чему? В треноги. А, окей. Такой простой зажим. Да. И уже получается, здесь есть резьба. А-а-а-а. Это можно... И вот это уже телефон, который имеет Voice Activation. Свет, дай, пожалуйста, там моя камера GoPro лежит. Можно поставить и сказать... Voice Activation. Voice Activation? Ну, да. Говорю с голосом, на аппарате, да. Ну, сейчас все аппараты почти, наверное. Угу. Даже iPhone поддерживает. Так. Они пошли на пляж, да? Вот. Есть такая насадка телескоп. Восьмикратная. Так, так, так. Телескопчик. Я хочу сказать, что для съемки в автомобиле. Нам интересно, что я ничего не смогу продемонстрировать. Я кейс забыл дома. Ничего страшного. Вот с ЦКшкой одевается. Не, одевается такой кейс, envelope такой. В нем есть резьба внутри. И в эту резьбу вкручивается уже оптика. Там нету лестницы вообще. Оптика имеет резьбу. Здесь. И в кейсе будет резьба. И так вот вкручивается в этот. В таком виде он будет. Здесь, значит, телескоп. Здесь iFish и micro-lens. Да. Майкро-ленс у меня есть фотографии. Когда я делал. Расстояние должно быть с микро-лензом 12 миллиметров. Можно сделать настолько детальную. С ним съемку. Там монеты делают фотографии. Очень хорошо. И аппарат этот делает и 4К, да? Да. Вот как выглядит эта линза. Вот эта линза это Fish Eye. Они хорошо подписаны. Ну, благодаря вот этой выпуклости. Наверное, видно, да? Да. Да, очень хорошо. Фотография получается такая. Очень много заходит в нее. На open house хорошо снимать. Да, 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 да. Там недвижимость. В бассейн, бэхьярд, у меня все влезло. Так никогда не влезло. Тут сразу все влезло. Вот эта линза, она двойная. Еще маленькая штучка. Она вкручивается. В ней есть, да. Вкручивается одна в другую. Вот нижняя, это макро. Так. А верхняя, это white. Это очень шикарно. Ну, они либо вместе, либо только макро. Хорошо. Ну, макро шикарно. Я давно искал, чтобы фотографировать микросхемы. Такие вот детальные электронику. Понял. А давайте ее открутим с три ножки и поставим вот на мою подставочку. Потому что я на эту подставочку, на дэшборд, я ставлю ее на дэшборд автомобиля. И снимаю во время езды в автомобиле. Так. То есть, если в обычное время, вот у меня здесь стоит моя камера GoPro, то фактически можно взять вот эту конструкцию и довольно высокое качество. Я, честно говоря, не знаю, конечно, с точки зрения качества съемки, но если это берет 4К, а там стабилизации нет, правда? Там есть стабилизация, она тогда в два раза уменьшается. Что именно? Не 4К, а будет 2. Как 2? То есть, все-таки какая-то стабилизация есть. Какая-то есть. Потому что в камере GoPro стабилизации нет. Вот, друзья, такие у нас прорывы на технологическом фронте. Накручивается, да, там нормально? Да, резьба должна подойти. Да. Вау. Стандартная резьба. Видео-сайз. Да. А вот где-то здесь есть стабилизация. Как только нажимаешь стабилизация, смотри, какая красота. Уменьшается... А? Помнишь, у тебя такой же был? Трайпод. С работы подарили. Тяжелый. Мы можем так селфон поставить. Сейчас, эта подставочка, она ставится на дэшборд, и она такая, она фрикшн. Она никуда не движется, ничего, она намертва. Но тяжелую камеру поставить, обычную, тяжеловато, она болтается во время торможения и так далее. Поэтому я вот, например, когда GoPro на ней держу, совершенно идеально. Вот. И ваше устройство тоже, оно легкое. Да. То есть, если вы хотите снимать из автомобиля, то вот... Легко. Идет стабилизация. Давай сразу... Да, движем. Это только на... Да. На этом вот. Там же при 6-920. Отлично. Отлично. Там что еще получается, можно закрепить на стекло. Но когда на стекло крепишь, то... Не он на стекло? Нет, нет. Вот это на стекло? Нет. Ну, каким-то образом можно камеру прикрепить к стеклу. Есть держалки. Но дело в том, что тогда получается, что вибрация со стекла переходит и шумно, шум и создает. А вот этот пишет хороший звук, когда она так стоит, независимо. Да. Ну что, друзья, я думаю, что мы показали вам веселую фишку и называется... Давайте еще разочек мы посмотрим. Я так поднесу к экрану. Вот, да, они там мигрируют. Да. А сколько стоит такая? Где-то около 50. 54-55 сейчас, по-моему. Вот это и все? Да. Господи. Да. Ну, в общем, а кто слушал, молодец. Вы сейчас будете свидетелями демонстрации Ночи технического прогресса. Вот видите, там стоит камера на подставочке. А вот там сидит Светлана. Светлана будет управлять камерой с голоса. Света, скажи камере то, что ты думаешь. А если я скажу другое, она сработает или нет? Скажи то, что надо сначала. А что надо сказать? А что надо сказать? Вот то самое слово скажи. Cheese. Ты хотел сказать cheese? Это я хочу. Нет, нет. А что нужно было сказать? Smile. Она работает на три. Smile, shoot и... Smile. Вы видели, друзья? На слово smile камера сработала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok